Питер Кипхерт сжигает свое искусство. Моя мама любила повторять «не играй с огнем», но я так ее и не послушал. Последние 12 лет Кипхерт живет в горах Западной Вирджинии и занимается огненным искусством. Он использует огонь, воду, землю, воздух и краску для создания абстрактной картины на бумаге. Сначала он разжигает костер. И пока дрова прогорают, Кипхерт рисует на бумаге, используя воду. Если я нарисую на листе бумаги водяной круг и подожгу его, то получится белый круг на коричневой бумаге. Эта бумага сделана из хлопка. Она прочнее и сжигается медленнее, чем та, которая сделана из древесины. Участки, которые не покрыты водой или веществами на водной основе, сжигаются очень быстро. В то же время, количество воды на бумаге достаточно, и благодаря этому получается потрясающий контраст. Это должно выглядеть как закат или восход солнца с облаками на фоне воды. Кипхерт посыпает бумагу землей и оставляет ее на ветру. Взаимодействие всех этих элементов, которые я наносил на бумагу, и огня создают совершенно новый эффект. Но время имеет решающее значение, и лист бумаги можно держать только 30 секунд. Одна секунда может изменить все. Вместо красивой картины у вас может остаться один пепел. Кипхерт говорит, что, насколько ему известно, он единственный художник, который использует такую технологию. Каждая картина — это сюрприз. Такой метод создания своих творений он нашел случайно, когда сжигал использованную бумагу. Несколько капель дождя упали на лист. И когда я поджег его, вода превратилась в белые яркие пятна на сожженной коричневой бумаге. Некоторые работы он дорисовывает с помощью пастели, и они превращаются в пейзажи. Я вижу горный хребет на фоне солнца, и реку, или ручей, идущий из центра. Здесь, в галерее «Зенит» в Вашингтоне, его работы стоят от одной до семи с половиной тысяч долларов.